Привет, друзья! Раз снова вас видеть. На дворе август, конец лета, посаженная кукуруза прорастает, а тем временем займемся животными. Сначала заглянем коров на пастбище. Так, что тут у нас? Угу. Вода и трава есть, но этого для зимовки мало. Для этого нужно затоить дно соломы и хорошего сытного корма. Сперва надо купить новое поле с травой и технику, чтобы начать сбор сечки, дальнейшее ее перемещение в селосную яму и превращение в селос. А в процессе уборки купим немного соломы. Итак, отправляемся в магазин. Сперва купим селосный уборочный комбайн и саму жатку. Вторым, конечно же, это трактор с прицепом, который будет ввозить сечку в селосную яму. Ну и некоторое оборудование для самой работы в яме. Не забываем про поле, конечно же. Изо всех полей мне больше всего подходит двадцать девятое. Оно небольшое и сразу засажено травой. Давайте, наверное, купим его. А еще оно как раз соприкасается с моим основным. Отлично, будет рядом с нами. Подбоком. Ну и моя любимая часть. Это сбор новых покупок. В качестве селосного комбайна у нас Форш Рид Е-281С. Позже разберем его характеристики и тому подобное. Я порой видел, как селосный комбайн сразу за собой тащит прицепы. Попробуем. Да, нет. Либо я что-то делал не так, либо это были какие-то особенные прицепы и особенные комбайны. Ладно, перейдем дальше. Иговой селой прицепа у нас будет МТЗ-80 старенький. И с помощью скрипта Follow Me выстраиваем конвой и едем на наше поле работать. А вот и наше поле. И теперь, друзья, нас ждет длительная настройка курс-плея под совместную работу селосного комбайна и трактора, который будет возить это все в селосную яму. Но благодаря некоторым моим подписчикам, в комментариях вверху, я наконец-то могу нормально работать с курс-плеем. Спасибо вам огромное, кто пытался мне помочь, мне помогло. И сейчас мы все сделаем правильно. Выбираем наше поле номер 29. Расположение стандартное. Направление автоматическое. Обязательно вставляем поворотную полосу по кругу. И поворотных проходов около пяти. Направление не важно. Путь будет по часовой. Отлично, можно начинать. Хотя нет. Пусть будет 25 проходов поворотной полосы. Мне кажется, чем больше, тем лучше. Хотя, мне кажется, в конце трактор будет постоянно крутиться на месте. Ну и обязательно поставим обход из рамков простой, потому что у нас вдоль поля стоят столбы. Ну и теперь трактор с прицепом. Становимся в том месте поля, откуда трактор сможет доехать в любую другую точку поля комбайна. Начинаем запись маршрута. Едем на базу, проезжаем селосную яму. И возвращаемся обратно. Заканчиваем запись маршрута, сохраняем. После выбираем совместную работу с комбайном. И выбираем сам комбайн. И всё, они вместе работают и друг друга видят. И всё сделают сами. Подробную инструкцию записи маршрута я делать не буду, потому что для этого есть отдельные видео у других ютуберов. А пока давайте потом наблюдаем за красивейшей работой нашей техники. Поспешим забрать наш упрестопчик от магазина, потому что скоро привезут уже первую партию сечки в нашу селосную яму. И придётся её утапливать и разравнивать. Как раз успели, первую партию высыпали. И вроде без баллов, отлично. Подождём ещё нескольких партий и будем утапливать уже. И, кстати, для меня это всё новинку. Поэтому пробовать я буду всё впервые. Для селоса комбайна в итоге я решил сделать меньше поворотных полос, около 10. И поставить движение против часовой стрелки. Да уж, так намного удобней. Ну и о столбах не забываем. Да, всё отлично. Рактор сам следует за комбайном. Красота. МТЗшка сама видела, что приступ полный. Сдала заднюю и сама направляется в селосную яму. Поразительно. Пронаблюдаем за выгрузкой сечки в нашу селосную яму. А затем пройдёмся упрессовщиком вслед за МТЗшкой. Наш Петрович на курсплее уже рвётся, загрузится заново. А мы тем временем попробуем всё-таки это всё упрессовать. И посмотрим, как быстро это будет происходить. Для тех, кто, как и я, впервые участвует в процессе заполнения селосной ямы, то поделюсь тем, что это осуществляется двумя вариантами. Первый – это высыпать вдоль всей ямы, затем проходить с разравнивателями. Второй вариант – высыпать в одной части кучи, а затем камшом сгребать и прессовать в одном месте. В одной стороне ямы. Я же выбрал первый вариант, который попроще. Очень быстро мы достигли отменки 100% упрессовки сечки, поэтому много времени этого у нас занимать не будет. Тем временем можно заняться всё-таки соломой. Отправляем наш универсальный МТЗ в магазин, где его будет ждать кун, виллы для тюков и сам прицеп без бортков. Друзья, я надеюсь, вы мне поможете в прохождении этой прекрасной игры в условиях русских карт, когда надо заниматься уборкой сечки, заполнением силосных ям, и, возможно, вы мне подскажете, как пользоваться силосным комбанем. Возможно ли приступить к комбайну при цепи. Потому что это довольно-таки затруднительно постоянно пользоваться второстепенным транспортом. И лишь с вашего позволения, друзья, я приобрету заграничный новый кун, красивый, который будет подходить к нашему трактору. Старенький Росельмаш немножко всё-таки поднадоел. А старый оставил здесь 8 мазина, чтобы эти шток грузить тюки и палеты на платформы. Ну и, конечно же, сам плеса без порта, чтобы мы могли туда ставить солому. Логистику нашего коробника не высчитывал, но, надеюсь, возьмите кул, пока хватит. Ну а дальше, как обычно, пошло полное... Вы поняли. Ну и, можно ехать. Заодно, на всякий случай, напишем маршрут по перемещению с магазина на наш карауник. Отвлеклись мы на несколько минут, а здесь уже полная сила саяма. Давайте бегом это всё утрамбуем. Чем больше стечки растолкаем по всей площади силосной ямы, тем лучше. Главное, чтобы трактор не застревал посередине. А вот и он работу нам подкиливает. Эх, ну ладно, продолжаем прессовать. Силосный комбайн прогладался за несколько часов работы. Отправляем на заправку. Вау, мы об этом позаботились. Вы только взгляните на это поле с кукурузой. Оно шикарное. Соломы расстелим по коровнику чуть позже, вечером. А сейчас главный акцент делаем на сечке. И отправим наш новый МТЗ за покупкой нового прицепа. Будем возить сечку два трактора. Прицеп сделаем под стать. Тоже объёмный, но более такой мощный и с красным цветом. Ах да, ещё ковш прикупил. Оказывается, по привозу чуков на ферму надо их распускать, а затем рассыпанную солому завозить внутрь самого коровника. На вопрос, откуда мне постоянно берутся на всё деньги, отвечу. Мы же не забыли, что у нас есть карьеры, и загадываем я постоянно делаю поставки песка на продажу. Да, это обязательный условие прохождения, потому что иначе денег у нас ни на что нет. Мы начинающие фермеры. А кредита убрать мы не будем. А вот и подмога. Косплеем пользоваться с него не будем, просто сами покатаемся. В процессе работы втроём я заметил интересный баг, либо я не знаю, что это. Силосник постоянно пытался скинуть всё мне, при том, что ближе к старой МТЗ. Интересно. А вот и наша очередь загружаться. Позже я обнаружил ещё более интересный глупый баг, потому что Силосик пытался заполнить мне коуш впереди трактора. Ну ничего, плюс полторы тысячи сечек отвезём на базу. Разгружаемся и быстренько берём трамбовщик, чтобы подготовить нашу Силосляму к приезду следующей партии. Силосик. 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 Подобрали края ковшом и снова утаптываем. Бесконечное занятие. Так, ладно, уже вечереет, холодает. Черед позаниматься коровами. Я распустил пюк и теперь ковшом у него завозить все внутрь. Ну вот, на нашу 21 корову, 3 ковша и соломы вполне достаточно. Получается, чеком накупили на целую зиму. Ну и конечно же, не забываем почистить проход от навоза. А когда закончится процесс ферментации силоса в силосной яме, тогда добавим ненормального корма вместо травы. Давайте заканчивать с пастилкой и переберёмся наше поле с сечкой, потому что уже вечереет. Так-то гораздо лучше. Вот она, сила логистики. Мы как раз загрузились и едет следующий транспорт. А вот и последствия недостаточно хорошей настройки курсплея. Комбайн начал делать пустые проходы из одного угла во второй. И подобная свистопляска будет продолжаться в курсплее, пока он не вырменивает поле полностью под квадратик. То есть подробные углы. Это можно исправить вручную, но пока что менять ничего не хочу. И так всё прекрасно работает. А вот и первая запинка в процессе сборки сечки. Наш старый МТЗ застрял мостом на огромной куче, которую мы не успели разровнять. Поможем ему вытащиться вручную и разрабём всё трамбовщиками. А ещё мне бы хотелось обратить ваше внимание, насколько эта модель МТЗ очень качественна и красиво смотрится. Давайте наберём 10 лайков на это видео. Я пополняю список наших модов этим МТЗ. Мы ввести моды для АПС-19. На часах 8 вечера и мы закончили сбор сечки. Оба прицепа почти полные. Осталось подсобирать эти мелкие штриханы по всему полю вручную. Всё-таки жалко даже этих пару килограмм, ведь настоящий фермер ценит каждую копейку. Высыпаем последние два прицепа. В итоге у нас получается чуть больше 350 литров свечки. Прекрасно. Ну вот и всё. Последние несколько минут нашего сегодняшнего рабочего дня. Мы получили 350 тысяч литров свечки, которая до зимы будет ферментироваться в силос. А пока что можно отдыхать. Дальше у меня свои задачи согнать всю технику и оборудование в гаражи. А с вами, ребята, я прощаюсь до следующего выпуска, который будет через несколько дней. Я всех благодарю за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь и обязательно комментируйте видео. Я вас люблю в лучшие. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok